Всем привет, мои дорогие девушки! Сегодняшнее видео я перезаписываю четвертый раз. Ретроградный Меркурий добрался и до меня. Никогда на самом деле в это не верила, пока это действительно не коснулось меня. Я даже свое первое видео на YouTube-канале, которое я сняла полтора года назад, записала с первого раза. И сегодняшнее видео просто с обзором покупок я перезаписываю четвертый раз. Ну, это просто жесть. Если вам интересны причины, то чего только не было вчера. Например, я перезаписывала, у меня перегрелась камера. Когда я уже почти записала видео, потом я перезаписывала то ли вчера, то ли позавчера, у меня заплетался язык. Я вообще не могла связать два слова, я не могла выговорить слово. Просто в итоге под конец записи я чувствовала себя безумно уставшей, безумно вообще никакой. Продукты в итоге так и не показали. Ну, здрасте, конечно. Пожалуйста, кошечка, дорогая моя, тут съемка идет вообще-то. Надеюсь, сегодняшнее видео никто не сорвет. Надеюсь, у меня работает микрофон. Потому что я решила записать видео на камеру, решила сделать все более так, знаете, профессионально. У меня уже были видео на моем канале, которые я снимала на камеру, но тогда было как-то странно выставлено освещение, либо оно было не очень. В общем-то, съемка на камеру, она всегда достаточно энергозатратная, потому что это все нужно выставить, нужно контролировать освещение, настраивать камеру, настраивать автофокус, микрофоны и прочее. Давайте приступим к покупкам, наконец-то. И еще хотела добавить перед началом видеоролика, и нет, это не про подписку на мой канал, но это тоже не забудьте. Хотела добавить, что в этом видео впервые я устраиваю розыгрыш и разыграю три средства для одного человека. Поэтому смотрите это видео до конца, я думаю, это будет очень приятно получить такой бонус. К тому же мой канал сейчас только начинает набирать обороты, поэтому, возможно, участников будет не так много. И это означает, что у вас будет намного больше шансов. И да, еще что я хотела бы оговорить, покупки в этом видео вышли на 40 тысяч рублей, но не пугайтесь так сильно, это цена до вычета скидок. Как мы все знаем, в золотом яблоке у нас всегда очень классные скидки, поэтому можно, я думаю, смело вычитать 25%. Итак, я разделила все продукты на три составляющие, это косметика, это уход за волосами и уход за телом и лицом. И давайте я начну с самой малочисленной категории, это косметические средства. Здесь всего две позиции, я очень давно хотела пробовать этот блеск для губ, но был период, когда блески вышли из моды, скажем так. Сейчас блески снова набирают популярность, поэтому я решила, что мне точно стоит купить этот блеск, потому что все его хвалят. И в целом оттенки там достаточно классные и очень удобный, интересный аппликатор. Я думаю, я, наверное, отдельно подсниму все вот эти вот моменты, как я делаю свотчи, чтобы все было более профессионально, более наглядно, аккуратно, красиво сделано. Этот блеск для губ вы можете сейчас наблюдать у меня на губах, возможно, он не такой яркий, не такой проявленный, но это такой легкий, ненавязчивый, красивый глянец с небольшим оттенком. У меня он такой розоватый в оттенке 0.5. Кстати, на сайте он выглядел по-другому, здесь не было вот такой вот золотой крышечки, колпачка, но мне в целом без разницы. Мне кажется, и такой, и такой дизайн оба очень красиво выглядят. Clorance это вообще считается люксовая косметика, но этот блеск стоит довольно бюджетно для люкса, скажем так. Стоит он полторы тысячи по скидке, мне кажется, это очень приятная и сладенькая цена, как и сам блеск, очень сладенький. Давайте еще раз нанесу, чтобы было красиво и наглядно. И второе из косметики, что я приобрела в Золотом Яблоке, очень долго я противилась это покупать, потому что это есть у каждой. И я почему-то думала, что это все маркетинг, это все реклама и прочее. Но в итоге я тоже поддалась и решила купить гель для бровей от Pussy. У этого геля, во-первых, очень удобная щеточка, действительно все об этом говорят, и я сама в этом убедилась. Единственное, она набирает очень много геля, поэтому приходится вот так вот его счищать. Так вот выглядит щеточка, она на самом деле очень удобная, и у меня брови очень темные, как вы можете заметить, и очень густые, очень толстые. Толстые я имею в виду не сами брови, а волоски. Очень тяжелые и не каждый гель для бровей их удержит, вообще практически ничего их не держит. Единственное, наверное, что держало мои брови вообще когда-либо до конца дня, это клей для бровей от Vivienne Sabo вроде или от Catrice, я не помню, если честно, ставлю. Но также с этим клеем для бровей у меня держалась вот такая вот пленка, просто белая, которая засыхала. Это, конечно, не очень приятно, вот, но этот гель не оставляет пленки, это вообще просто гель, это не клей. Тем не менее, это единственное средство, которое реально держит мои брови, и оно держит их долго, но также я слышала, что у некоторых этот гель, точнее, наверное, у каждой, просто не все об этом говорят, он сушит бровки. И поэтому нужно за бровями более усиленно ухаживать, и также пользоваться им не постоянно, то есть советую чередовать с какими-то другими средствами для бровей. Итак, следующая категория, это уход за волосами. Здесь тоже всего два продукта, и первый продукт, давайте я уже возьму, наконец-таки, вот этот пакет, всеми любимые пакеты из золотого яблока. Кстати, если вы не заметили, то я обращу ваше внимание, я на фонд специально поставила вот такой вот декор тематический. Первое средство для бровей, для волос, это расческа от Tangle Teaser. Если честно, в детстве я всегда мечтала о расческе Tangle Teaser, потому что все бьюти-блогеры их хвалили, все их показывали, рекламировали, но при этом они стоили довольно дорого, еще даже на то время. Сейчас эту расческу можно купить золотом яблоке за 1100 рублей, но что мне в ней нравится? Во-первых, что она очень бережно расчесывает волосы за счет того, что здесь зубчики довольно подвижные и гибкие, не вычесывают, знаете, вот так вот волосы. Она как-то прогибается, если есть какие-то запутанные, то она может прогнуться, такая, знаете, подкаблучница. И также здесь две длинные щетинок, что также позволяет ей более аккуратно и бережно прочесывать наши волоски. Что, естественно, мне понравилось еще, такой цвет, очень приятный, такой светло-розовый. Дизайн красивый, написано Tangle Teaser, расческу я тоже советую и ставим ей лайк. И следующее средство для волос, оно уже последнее. Это распиаренный Инстаграмом, Пинтерестом и чем только не распиаренный бренд Rated Green. Шампунь с маслом She, который называется Real She от Rated Green. Опять же, здесь 400 миллилитров и, что я сразу отметила еще в магазине, безумно приятный запах. Кстати, в магазине с золотым яблоком стоял тестер на этот шампунь. И мне вот интересно, как затестить шампунь в магазине. Единственное, что можно затестить в магазине, связанное с шампунем, это запах. Он мне очень сильно понравился, он такой нежный, приятный, немножко ванилька, такой сладенький прям. Это питательный шампунь. И что самое приятное, он мне жирнит излишние волосы, как я мою волосы раз в два дня, так я продолжаю их мыть. Потому что, знаете, иногда бывают шампуни такие увлажняющие. После использования ты понимаешь, что тебе теперь нужно мыть волосы каждый божий день. У меня еще будет вторая часть видео про покупки золотого яблока. И там я покажу еще некоторые средства от этой же торговой марки Rated Green. И давайте пойдем дальше. Что у нас дальше? Дальше у нас уход за телом и лицом. И первое, что я вам покажу, расскажу, это, опять же, очень распиаренный сейчас бренд, тоже в Пинтересте, тоже в Инстаграме. Это бренд Hems. Это американский бренд, насколько мне известно. По крайней мере, изготовлено в Америке написано. И здесь пена для ванны. Я думаю, можно заметить по размеру, по моей ладошке, что ее здесь очень мало. Я не знаю, насколько применений. Мне кажется, раз на пять максимум. Здесь 200 миллилитров. И, если честно, когда я заказывала пену для ванны за 1800 рублей, я ожидала пол-литра. Конечно, можно было посмотреть, что там на самом деле не пол-литра, но кто же это делает. Пахнет, конечно, приятно. Миндалька такой, молочный какой-то. При этом немножко химозненько. Но какой смысл в аромате, в упаковке, если на деле он не пахнет ничем. При использовании эта пена для ванны не пахнет вообще. И также я недовольна тем, что очень мало пены. Хотя, ну, ты так, будто лег маленький. Я и так много выливаю, и его уже здесь как будто бы половина использована. Так еще и пены мало. Вообще, какой-то, не знаю, грабеж. Какой-то краской, что ли, пахнет. Лучше не стоит покупать. Далее следующее, что я вам покажу, это уже такое более бюджетное. Это мыло для рук. Мыло для рук выглядит вот так. Это королевское мыло. Оно, собственно, бренд так и называется. Savon de Royale. С французского переводится как царское, либо королевское мыло. Еще здесь написано, что это luxury. Но при этом стоит очень бюджетно. И мне вообще понравилось это мыло за его упаковку. То есть вы можете купить это мыло. И просто впоследствии использовать его как емкость для мыла, собственно. Аромат, не сказать, что прям какой-то вау. Просто приятный. Такой ненавязчивый, легкий. Мне было самое главное. Это упаковка красивая. Далее следующее, что я купила. Тоже очень бюджетное. Мне кажется, одно из самых недорогих продуктов. Это крем для рук от Chic. Здесь 30 мл всего лишь. И я взяла за его красивую, лаконичную, минималистичную упаковку. Маленький тюбик отлично подойдет для сумочки дамской. И сам крем, что очень важно, быстро впитывается. Это прям самый решающий критерий для меня. Потому что если я беру крем для рук на улицу, то на улице мне хочется, чтобы он максимально быстро впитался. Чтобы у меня не были липкие руки неприятные, какие-то маслянистые еще. При этом очень приятное увлажнение. Руки такие сразу мягкие. Далее следующее у нас просто роскошь на грани разорения. Как говорится, я очень-очень хотела этот лосьон для села. Это просто чудо-чудное. Расскажу предысторию. Я ходила в Золотое яблоко. Мне нужно было купить крем для лица. У меня закончился мой. И я тестировала различные крема у себя на руке. Я тестировала также и этот крем для рук, и крема для лица. И подошла еще к стенду Султан де Сабаб. Тестировать их на шумевшие лосьоны. И у меня все смешалось воедино, все ароматы. Когда я вышла из Золотого яблока, я просто и не могла понять, с чем так вкусно и приятно пахнет моя рука. Она пахла до вечера. Я пришла на следующий день. Решила еще раз затестить Султана. И в итоге я поняла, что это пах потрясающий лосьон для тела с амброй, ванилью и пачули. Это аюрведический аромат. Он так называется. Я знаю, что некоторым он не нравится, потому что он слишком такой яркий и насыщенный, и сладкий. Но для меня это просто вообще какой-то аромат роскоши, такой сладкой ванили. Я его наносила всего пару раз, и он уже успел собрать комплименты. У меня уже интересовались, что это за аромат такой. Поэтому делюсь с вами просто самый лучший. Конечно, было жалко покупать, было жалко отдавать. Сколько там он стоил за просто лосьон. Но, как говорится, на себе не нужно экономить. Нужно себя любить и уважать. Также, чтобы вы понимали, насколько я неравнодушна к этому аромату, я решила сразу же к нему заказать себе парфюм. Это тоже Султан де Саба. И тот же самый аромат. Здесь также амбра, ванили, пачули. И она понравится не каждой. Она очень сладкая, опять же, как и лосьон. Ее достаточно просто пару пшиков, и все, вы будете уже благу ухать. За вами будет какой-то огромный шлейф. Но я вам скажу так. На золотом яблоке написано, что он раскрывается постепенно. То есть у него есть верхние ноты, средние и базовые. Но, как по мне, вот его основная нота, одна и верхняя, средняя и базовая, это ваниль. В средних нотах там вообще указана и роза, и ландыш. Но цветов я вообще здесь не чувствую. То есть это что-то такое восточное. Возможно, еще есть какое-то дерево, но прям вообще невыраженное. Какой-то такой вроде легкий, но при этом прям очень сладкий. Я уверена, некоторых этот аромат будет прям душить. Потому что он прям с одного пшика берет и окутывает себя. И я на протяжении всего дня сама ощущала этот аромат на себе. Чтобы вы просто понимали, насколько он стойкий, насколько он ярко выраженный. И насколько прям его может быть много. Далее, следующее, это зубная паста. Я решила протестировать новый бренд зубной пасты. Называется он Cosworker. И это корейская зубная паста. Она с женщинем. И с первого взгляда, с первого, точнее, нюха, она пахнет очень противно. Какой-то мазью неприятной, какими-то лекарствами. Но если принюхаться, в целом она начинает пахнуть обычной зубной пастой. Просто с каким-то таким привкусом, какой-то добавкой. Ну, видимо, женщинь так пахнет. Ну, такой, конечно, специфический аромат. Но самое главное, мне интересно, как она будет очищать. Потому что у меня была зубная паста, о которой, кстати, я хочу рассказать в видео с пустыми баночками. После этой зубной пасты у меня появился, всегда появлялся, очень сильный налет. Эта зубная паста как будто мне не очищала, а наоборот, создавала проблемы. Я думала, дело в том, что, ну, просто появляется зубный налет. Ну, просто нужно пойти и сделать чистку. Но потом я сменила зубную пасту, и зубной налет пропал. Поэтому для меня важно, чтобы она хорошо очищала. Чтобы она также освежала. А последнее, что я вам сегодня покажу, спонж. Спонжик для умывания такой вот. Он запакованный, и в упаковке он сейчас влажный. Но при этом на воздухе он высыхает, что позволяет ему не распространять бактерии. Давайте его с вами вместе откроем. Ничем он не пахнет. У меня такой уже был. Он нормальный. Мне просто нужно было что-то, чем можно умывать лицо. И я решила купить именно такой спонж. Он стоил очень недорого. Но нужно учесть, что их нужно почаще менять. Не знаю, насколько часто, но, наверное, минимум раз в месяц. И также давайте распакуем подарочки, которые положили нам золотое яблоко. Я также специально оставила для обзора. Ничего не открывала. Несмотря на то, что я записываю четвертый раз. Первое, что я здесь вижу, это что-то для волос от Matrix. Food for Soft. В общем, это шампунь от Matrix в зелененькой упаковочке. И аромат от Kenzo, Flower Absolute. Цветочный аромат от Kenzo. Давайте послушаем его. Ну, в целом, приятный. Собственно, на этом мой обзор подходит к концу. Но, опять же, если вы не забыли, я хотела устроить для вас розыгрыш. Это мой первый розыгрыш, поэтому мне очень волнительно. Первое, что я разыграю, это все будет для одного человека, для одного победителя. Это маска для волос от бренда The Act. Здесь 150 мл. Я ее сама не пробовала, но очень хотела бы протестировать. Слышала про нее только положительные отзывы, поэтому решила взять. Второе. Это, мне кажется, самая обязательная, необходимая вещь в каждой косметичке, у каждой девушки. Это румяшки от бренда Shoe. И я взяла их в самом универсальном оттенке, в самом красивом, таком персиковом. Но, к сожалению, я не могу вам их показать, потому что они запечатаны. Оттенок 36. Я решила дополнить свой подарочек. Похожий набор я показывала в своем видео с распаковкой из магазина Wildberries. И там были такие же свечи, только побольше. Такой наполнитель. И под ним лежат свечи. Но я уже не буду их распаковывать. Просто прикреплю фотографию, как это все выглядит. Они фигурные, такие красивые, с телами. Очень вкусно пахнут. Приятно такой ненавязчивой ванилью. И я думаю, каждой было бы приятно получить вот такой вот подарочек. И условия, на самом деле, очень простые. Для того, чтобы принять участие в моем конкурсе, необходимо лишь подписаться на мой YouTube-канал. Подписаться на мою страничку в Instagram. Поставить лайк к этому видео. И написать комментарий со своим бьюти-фаворитом или уходовым фаворитом. В общем, средством, которое нравится вам больше всего. Которое просто сносит вам крышу. И также в этом комментарии необходимо оставить свой ник в Instagram, чтобы я могла проверить подписку. Это первый, но не последний розыгрыш на моем канале. Поэтому не пропускайте видео. Я буду дальше продолжать делать для вас приятные розыгрыши. Дарить вам приятные подарки. И опять же повторюсь, поскольку у меня не миллионная аудитория, шанс выиграть в конкурсе очень большой. Поэтому обязательно принимайте участие. А результаты конкурса я обязательно опубликую у себя в Stories. И да, на этом мое видео подходит к концу. Я надеюсь, оно вам понравилось. До новых встреч в новых видео. И всем пока-пока.